Я просто фактически купил проходное место в парламент в партии Яценюка по согласованию с Арсением Петровичем Яценюковым. Вы взяточник? Да, я фактически не взяточник. Я не знал, что даю взятку. Получилось по факту, что я дала взятку. Сколько дали? Напомню. Не взяточник, а взяткодатель. Потому что есть взятка брать или... Как это происходило? Просто. Я отнес 6 миллионов долларов и получил депутатский билет, проходной билет. А кому отнесли? В чем отнесли? В сумке. В сумке? Да. А 6 миллионов долларов это большая сумка? Большая. Ну, примерно. Руками покажите. 60 килограмм. 60 килограмм. Интересно. А вот такая, такая. Большая. Большая? Да. А кто брал сумку? Владимир Мартыненко. Николай Мартыненко. Николай Владимирович Мартыненко. Вы не боитесь, что Николай Мартыненко теперь после этого на вас уход подать? Боюсь. Наоборот не боюсь. Хочу. Я прошел детектор сжи. Я говорю абсолютно правду. Я прошел полиграф здесь, в Германии. А в Германии почему? Ну, для того, чтобы подстраховаться. Простите, а вы хотите что, вернуть теперь эти деньги? Вы успели отбить? Да, меня очень волнует. Вы отбить успели? Нет, я ничего не успел. А надеялись, да, я так понимаю? И не пытался отбить. А сколько хотели вынуть? Ну вот шесть вложили, а... Я не хотел ничего вытаскивать. Я хотел просто защитить. А вы за родину ратовали? Нет, я хотел защитить свой бизнес от власти Януковича. А его можно было защитить только в парламенте. Подождите, каким образом? Вы не думаете, что сейчас, Яценюк, ваш бизнес будет топтать после этой заявки? Его уже нет в Украине. Яценюка? Нет, мой бизнес, моего бизнеса. А куда он делся, простите? Я вывел его за границу. В офшоры? Нет, не в офшоры. Ну хорошо, а что... Эта практика сейчас продолжается? Я не хочу... Наш президент принял закон о иллюстрации и подписал его. Я хочу, чтобы иллюстрации начали в первую очередь себя выше членов нашей власти. Как можно Яценюку доверять деньги, международные деньги, когда он берет деньги на уровне своей политической силы? Я шел, я никогда не был депутатом... Вы список знаете нынешний? Мы говорим о выборах 2012 года. Может быть, все люди покаялись, по крайней мере, внутренне... Нет, никто не покаялся. Я смотрел список на лоббородку, никто не покаялся.